Да, для детей старше 16 лет, хотя дети старше 16 лет уже не дети, и, собственно говоря, они уже через несколько лет могут стать водителями и обязательно получить полис ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности. Итак, я хочу, чтобы мы сегодня поговорили про страховку вообще, про ОСАГО в частности, и задали бы вопросы Михаилу Парватову, начальнику управления методологией страхования Российского Союза авторств страховщиков РСА. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Вот все мы вынуждены получать полис ОСАГО. Ну, это, в принципе, хорошо. Да, это сделано для того, чтобы никто не ушел бы от ответственности в случае аварии по его вине. Ну, я бы сказал так, чтобы интересы потерпевших были защищены, чтобы потерпевший гарантированно получил возмещение вреда. Да, но вот, насколько я знаю, проблем, то есть, меня бог миловал, в общем, я последние, там, годы, долгие годы езжу без аварий, но, насколько я знаю, у людей, вот, были проблемы с выплатами по ОСАГО, и вообще очень много вопросов, да, почему вот ОСАГО устроено именно так, почему выплаты именно такие. Поэтому, если у вас, слушатели, Финам.фм, есть вопросы, звоните по ОСАГО, да, по страховке вообще, звоните, пожалуйста, нам по телефону 65 10 996, код города 495. Или пишите на сайт финам.фм вопросы, потому что, ну, я уверен, что вопросов будет много. Вот один из таких главных вопросов, как мне кажется, это вот, что такое сейчас ОСАГО для страховщиков? Это гарантированный прибыльный бизнес или это, наоборот, какая-то абуза страшная, убыточная? Вот, да, Михаил, как вы? Я бы сказал, что и то, и другое. Бизнес по определению – это риск. Поэтому страховщики по ОСАГО, кто-то из них прибыльный, кто-то нет. Говорить, что это гарантированный бизнес, на мой взгляд, неправильно. Об этом свидетельствует статистика ухода страховых компаний с рынка. Компании уходят вследствие того, что их захлёстывают убытки, и они просто не могут расплатиться по своим обязательствам. Поэтому это в любом случае риск. Сколько ушло за, скажем, прошедший, за уходящий год, сколько ушло компаний с рынка? За прошлый год, по-моему, 8 компаний ушло. Из? Из чуть более 100. Чуть более 100, да? То есть, типа, менее 10%, да? Ну, это достаточно много, кстати. Это достаточно много, тем более, что тенденция в последних лет довольно устойчивая. Если 5-7 лет назад уходило 2-3 компании в год, то сейчас уходят 10, 15, 7, 8. А как они уходят? Скандалом? Нет, скандала никакого нет, потому что они уходят очень тихо и, самое печальное, неизвестно куда. Ну да. Просто, насколько я понимаю, есть тема как бы мошенничества. Когда компания создаётся, набирает деньги и исчезает, просто растворяется в никуда. Ну, вы знаете, это вопрос довольно сложный, потому что мошенничество — это уголовное преступление. А у нас по Конституции никто не может быть обвинён в совершении преступления, иначе как в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда. Поэтому я не могу официально сказать, что большинство, например, компаний уходят, потому что они мошенничают. Но факт тот, что, к сожалению, они уходят в большинстве своём, не расплатившись по своим обязательствам. За них платит Российский Союз автостраховщиков. Именно для этого вы и были созданы. Ну, не только для этого. Это одна из функций. Выплата компенсационных выплат, осуществление компенсационных выплат, и с определённого момента мы платим, в том числе, по вреду причинённому имуществу потерпевшего, в случае, если у компании отозвана лицензия. Выплаты, надо сказать, достаточно большие, то есть за последние несколько лет они составляют 4-5 миллиардов рублей в год. А вообще, сколько, вот скажем, если мы возьмём какой-нибудь год, одиннадцатый, например, сколько было собрано денег по ОСАГО и сколько было выплачено? Вы же знаете эти цифры. Я знаю эти цифры. Озвучите, пожалуйста. За прошлый год было собрано 106 миллиардов рублей, выплачено порядка 60 миллиардов. Да, вот смотрите, то есть получается 56 миллиардов рублей — это прибыль страховых компаний по программе ОСАГО. Во-первых, 46. 46. Во-вторых, это не прибыль. А что же? Вы знаете, вот это распространённое заблуждение, что достаточно вычесть из премии выплаты, и получится прибыль. Ну, во-первых, давайте всё-таки вычтем из этих 46 миллиардов расходов на введение дела. В соответствии со структурой тарифной ставки, которая утверждена правительством, расходы на введение дела составляют 23%. От чего? От премии. От премии, да? То есть, грубо говоря, это 24-25 где-то миллиардов рублей. То есть 23% от 106 миллиардов. Во-вторых, необходимо вычесть резервы страховщиков. Так. Понимаете, страхование — штука сложная. То есть это не купля-продажа, где купил банк Коккола за 20 рублей, заплатил зарплату продавцу, аренду торгового помещения, все-все расходы, продал её за 40, вычел все расходы, вычел 20 рублей, и получилось 10 рублей прибыли. Страхование — это продажа будущих обязательств. То есть, получив страховую премию, которая, к слову, средняя премия по стране составляет 2400 рублей, всего-то навсего, получив страховую премию, на самом деле непонятно, сколько страховщик выплатит и каков будет размер убытка. Тем не менее, определённые прогнозы страховщик делает и создаёт под будущие выплаты резервы. И эти резервы необходимо учитывать, потому что они не идут в прибыль. Кроме того, существуют различные другие расходы. Ну, например, неурегулированная задолженность по КАСКО — это расчёты между страховщиками, потому что к страховщику переходит право требования, которое страхователь имел к причинителю вреда. Если страховщик по КАСКО заплатил за невиновного в ДТП, то он имеет право требования к страховщику ОСАГО. Так вот, есть проблемы неурегулированной задолженности. Это деньги, которые страховщик не получил. Их тоже нужно учитывать. Расчёты между самими страховыми компаниями. Да, это расчёты между самими страховыми компаниями. Существует, на самом деле, достаточно много таких поинтов. И если все их посчитать, то, к сожалению, в целом по рынку понятно, что это такая некая прогнозная расчётная величина. Мы выйдем в минус, причём в устойчивый минус. Да ладно? Да, серьёзно. То есть, понимаете, это... Как такое может быть? Это, конечно, ситуация в целом по больнице. То есть нельзя говорить о том, что все страховщики убыточны. Нет. 40 миллиардов рублей остаётся у всех страховщиков по программе ОСАГО каждый год. Но не остаётся. Ещё раз. Примерно, да? Нет, оно всё равно остаётся. Оно тратится. Эти деньги тратятся. Вы сейчас сказали, на что они тратятся. Но, тем не менее, это не то, что бедные маленькие овечки-страховщики вообще не получают никаких денег с ОСАГО, а вынуждены платить свои. Это не так. Это не так, конечно. Причём эта ситуация длится годами. Сколько у нас в программе ОСАГО уже? Девять лет. Девять лет. То есть за это время уже можно и статистику, и прогнозную всю часть прекрасно отработать. Что, я думаю, что уже и сделано. Можно. Безусловно, страховщики не бедные овечки. И ни один бизнесмен не будет сознательно, во всяком случае, работать себе в убыток. Я просто хочу сказать, что ОСАГО — это не сверхприбыльный бизнес, как многие считают. И вот эти 40 миллиардов — это не прибыль страховщиков. Это всего лишь разница между собранной премией и осуществлёнными выплатами. А дальше идут различные расходы. Ну вот, насколько я понимаю, понимаете, вот, например, автомобильный бизнес. Он требует очень сложный, тяжёлый бизнес. Он требует колоссальных финансовых вложений заранее. Потому что для того, чтобы автомобиль продать нам, автопроизводитель должен сначала построить полигон, построить центр по разработке, нанять тысячи инженеров, спроектировать эти машины, построить прототипы, разбить их на краш-тестах, провести все испытания, построить завод, заказать комплектующие, провести сертификацию на всех рынках сбыта. И только тогда запускать производство и продавать эти машины. Для того, чтобы заниматься страхованием, не нужно ведь строить полигоны и так далее. Нужно просто тем агентам, которые уже занимаются страхованием, попросить их собирать ещё и ОСАГО. Более того, полис ОСАГО с нас требует государства. Почему я говорю, что это гарантированный бизнес? Потому что на государственном уровне это обязательство. Поэтому, как мне кажется, всё-таки в этом смысле ОСАГО бизнес гораздо более простой, чем, например, тоже КАСКО. Поправьте меня, если это не так. Ну, вы знаете, сложно сравнивать добровольный и обязательный вид страхования. Везде есть своя специфика. Но вот вы сравнили страхование с автомобильным бизнесом. Ну, безусловно, любое производство и, скажем, финансовые услуги – это совершенно разные вещи. Конечно. Можно сказать, что так же сложно построить алюминиевый завод, например, и так далее. Абсолютно точно. Естественно. Но, тем не менее, страхование – это бизнес очень непростой. Потому что для этого нужна очень серьёзная капитализация. Для этого нужны очень серьёзные актуарные расчёты. Для этого нужно большое количество специалистов в самых разных областях. Вы говорите, что ОСАГО – гарантированный бизнес. Да, в целом – да. Но для каждой конкретной компании он совершенно не гарантированный. Потому что компания наберёт агентов, а они ничего не продадут. Давайте сейчас послушаем новости, а потом продолжим этот разговор. Говорим про страхование и про ОСАГО. Говорим с Михаилом Порватовым, начальником управления металлогией страхования Российского Союза автостраховщиков. Михаил пытается доказать, что ОСАГО – это тяжёлый, непростой хлеб для страховщиков. Совсем не прибыльный. Но вот в чём проблема. Михаил, какая у нас сейчас лимит выплат по ОСАГО? Предположим, если я по своей вине в кого-то въехал, я, предположим, в Мерседес С-класс въехал. Помял ему крыло, капот, оптика повреждена. Сколько за меня выплатит моя страховая компания за те мои 2-3 тысячи рублей, что я отдал в начале года? Сколько она выплатит потерпевшим? Сколько она выплатит, точно не знаю, потому что это зависит от размера ущерба. Но страховые суммы следующие. 160 тысяч рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего. И 120 тысяч в случае причинения вреда имуществу одного потерпевшего. И 160 тысяч в случае причинения вреда имуществу нескольких потерпевших. То есть, если в аварии 2 автомобиля, то это сколько? 60, да? 160. 160. Нет, если 1 потерпевший, сколько это? 120? 120. 120. Вот, причем эта сумма росла. Сначала она была меньше, насколько я помню. Нет, по имуществу нет. Нет? А я помню цифру 20 тысяч. Нет, не было такого. Ну, в принципе, 120 это, с одной стороны, это много. Это, скажем, половина стоимости «Жигулей», которые там уже сейчас сняты с производства, но вообще. Но вот в том, что касается дорогих иномарок... Недостаточно. Абсолютно недостаточно. В этой связи могу сказать следующее. Существует проект закона о внесении изменений в закон об ОСАГО. Он был разработан Министерством финансов Российской Федерации. И этот проект закона предусматривает увеличение страховых сумм по ОСАГО. В частности, в случае причинения вреда имуществу потерпевшего, страховая сумма может увеличиться, если закон будет принят, до 400 тысяч рублей. Но здесь нужно иметь в виду следующее. Понимаете, любой риск имеет свою цену. Если страховая сумма увеличивается, то увеличивается и страховая премия. То есть то, что платит страхователь за полис ОСАГО. И, на мой взгляд, здесь нужен такой оптимальный баланс между тем, что потерпевший хочет получить, и тем, что страхователь может заплатить. Потому что, в принципе, лимит может быть и 400 тысяч долларов. Или даже евро. Неограниченный. Да, а может быть и неограниченный. Совершенно верно. Но в этом случае и страховая премия будет соответствующим образом увеличена. Друзья, если у вас были случаи, если вы сталкивались с ОСАГО, с проблемами, с выплатами, звоните, пожалуйста, в студию. Телефон 6510-996, код город 495. И рассказывайте, спрашивайте, жалуйтесь. Потому что чем больше мы будем жаловаться, тем больше мы будем говорить о проблемах со страхованием, тем выше шанс того, что будут какие-то подвижки, что ситуация будет улучшаться. И все это будет совершенствоваться. Потому что, на самом деле, все, что мы хотим, мы покупаем полис. И, по идее, мы должны быть просто как за каменной стеной. За вами, за страховщиками. Как мне кажется, вообще вот эта идея ограниченного лимита выплат, она неправильная. Я не знаю, как ситуация происходит за рубежом? По-разному. По-разному, да? По-разному. Есть страны, скажем, страны бывшей республики СССР, там лимиты примерно такие же, как у нас. Ну, это в Болгарии не с границ. Хурица, не птица. Да. Страны Восточной Европы, там лимиты, конечно, уже выше. Страны Западной Европы, лимиты достаточно высокие. Причем, прежде всего, там высокие лимиты по убыткам, связанным с причинением вреда жизни и здоровью. Если у нас на сегодняшний день это 160 тысяч рублей, а планируется увеличение до 500 тысяч рублей, то там это сотни тысяч долларов, доходит до миллиона в некоторых странах, а в ряде западноевропейских стран лимита по жизни и здоровью нет вообще. Вот смотрите, на сайт пишут нам, Роман, ситуация. Авария, разбит задний бампер и фаркоп. Ремонт у официального дилера 20 тысяч рублей, у неофициального дилера около 15 тысяч рублей. А вот возмещение по ОСАГО, Росгострах, всего 6 тысяч. Не хватило. Вот, да, давайте послушаем, сейчас до нас дозвонился Максим. Давайте послушаем, что он скажет. Максим, здравствуйте. Доброе утро. У меня, на самом деле, вопрос-комментарий не по ОСАГО, а по КАСКО, потому что это, скажем так, тема наболевшая. Ну-ка. Было, значит, у меня два, скажем так, инцидента с этим видом страхования. Однажды на меня упало дерево, когда у нас тут в Москве все тяжело было, обледенение, все дела. А второй раз в меня въехала девушка на парковке. А вот в первый раз у меня рассмотрение дела и итоговое, так сказать, завершение всех ремонтных работ прошло через 10 месяцев. Сейчас, по КАСКО, в начале августа я получил повреждение, сейчас начало октября, а в ОСА мы не там, собственно говоря. Да, 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 да. Очень сложно долго, да, получать возмещение. Я бы сказал, что не очень, да, очень сложно, очень долго, это вопрос. Второй вопрос, я не знаю, есть ли смысл назвать его страховую компанию, в которой все это происходило. Но, мягко говоря, совершеннейшим образом некомпетентные сотрудники и единственный человек, который, ну, как сказать, более-менее внятно, охотчиво и что-то там по делу попытался объяснить, сделать и так далее, это был заместитель начальника клиентского отдела, до которого после некоторых нецензурных высказываний я, в общем-то, добрался. Вот, и меня, собственно говоря, эта тема немножечко напрягает, потому что, ну, те деньги, которые платят за КАСКО, они в моем случае оказались крайне несоответствующими уровню обслуживания, уровню выплат и так далее. Да, 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 да. Если по ОСАГО это там 3, 4, 5, ну, 6 тысяч, да, то... Да, то по КАСКО, вот у меня первый платеж вышел 90. Да, это серьезные деньги, и мы вправе ожидать соответствующего, как бы, да, сервиса. Тем более... Я, да, согласен, но я говорю, в данном случае здесь уже вопрос, вот лично мой, даже не столько там в сервисе и так далее, а столько в сроках. Ну, 9 месяцев это вообще уже, по-моему, через 2 меры. Что не понял? Родить можно, говорю, за 9 месяцев? Ну, не знаю, не пробовал. Да, вот, а второй вот сейчас идет, собственно говоря, уже третий месяц. Максим, спасибо. Да, вот, Михаил, есть такая проблема? Проблема колоссальная? Ну, вы знаете, все-таки у нас рынок, слава богу. И в данном случае нашему радиослушателю, наверное, можно посоветовать просто сменить страховую компанию, выбрать страховую компанию, которая в более короткие сроки урегулирует убыток. Но, в принципе, я хочу сказать, что... А вот я знаю, что жалуются практически на всех. Нет, так не бывает. Бывает. Нет. У нас бывает. Нет. Наши чудесные страхи. Бывает. Вы знаете, тогда бы, наверное, никто не страховался. А то иначе, получается, ежики плакали и кололись, да. Вот. Кстати, о том, что никто бы не страховался. Банки, например, требуют, если вы покупаете машину в кредит, банки требуют страховку. Каска. Да, это тоже, получается, для вас, для страховщиков, гарантированный кусок этого бизнес-пирога. Так что тут ежики, да, плачут. Ну, конечно, едят кактус, конечно. А куда деваться? Банки требуют. Это правда. Но, тем не менее, страхователь всегда в праве выбрать страховую компанию. Ну, знаете, вот я по себе сужу. Вот мы покупали отцу автомобиль. Прямо у дилера сели за стол к страховому агенту. И он, собственно говоря, естественно, хочет, отдаешь свои и навсегда деньги, да. И вот там те же, скажем, даже пусть не 90 тысяч, но 40 тысяч рублей. Это тоже серьезные большие деньги. И хочется отдать поменьше. И поэтому, когда тебе страховой агент говорит, что вот в этой компании это будет стоить там 60 тысяч на вашу машину в год, каска. А в этой 40, естественно, вы выбираете то, что подешевле. А потом начинаются проблемы, потому что, ну, мы же не специалисты. Мы не изучаем всю статистику выплат. К тому же ее в открытом доступе нет. Да? Как нам выбрать страховщика вот из этого, да? Только вот таким методом проб и ошибок. Но, к сожалению, ошибок, да, вот сложно очень получается. Давайте послушаем еще, что скажет нам Денис, который до нас дозвонился. Денис, здравствуйте. Денис. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Попробуйте нам что-нибудь рассказать, перекрывая шум. Ну, я нахожусь в дороге, сейчас попытаюсь остановиться, быть может, там будет лучше слышно. Могу задать вопрос уже? Да. Вопрос следующего характера. Как правило, новые и достаточно дорогие автомобили застрахованы по системе КАСКО. При этом в обязательном порядке государство от нас требует, от автовладельцев, чтобы еще было застрахован автомобиль по системе ОСАГО. Да. При наступлении страхового случая почему-то компенсация производится, если производится, ну, как правило, производится по системе КАСКО. Отсюда вопрос, почему система ОСАГО в данном случае не работает, хотя страховую премию компания получает и по той, и по другой системе. Вопрос понятен. Получается двойное страхование, двойная выплата, а компенсация одинарная. Да. Спасибо. Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Ну, во-первых, страхователь по КАСКО, в случае, если он попадает в ДТП и является потерпевшим, то есть он не виноват в ДТП, в данном случае у него есть право выбора. Он может обратиться как по договору ОСАГО в качестве потерпевшего, так и по договору КАСКО в качестве страхователя. Многие, ну, почти все, наверное, выбирают КАСКО. Потому что КАСКО – это более полное покрытие, более качественный способ урегулирования, потому что, например, по ОСАГО все-таки в большинстве случаев выплачивается возмещение в денежной форме по калькуляции, а по КАСКО машина ремонтируется. Причем ремонтируется, как правило, у того дилера, где машина была куплена. Поэтому, то есть это не какая-то обязаловка, это выбор страхователя. Он может пойти по ОСАГО, просто страхователи этого не хотят. Понятно. Давайте послушаем новости и потом продолжим говорить про ОСАГО и принимать звонки, которые уже есть. Пока новости. Говорим про страхование, про ОСАГО и немного про КАСКО. В студии Михаил Порватов, начальник управления долги и страхования РСА. И до нас дозвонился Евгений. Евгений, здравствуйте. Вы в эфире. Хотел бы осветить. Почему-то у нас нету никаких аудиторских компаний, которые могли бы независимо давать оценку. Может быть, западные, чтобы это было честнее. Как, к примеру, есть аудиторские казино и горные дома проверяют на процент выплат. Вот такие же данные, чтобы были в открытом доступе по всем компаниям, кто сколько выплачивает. Человек мог бы более-менее объективно выбирать. И вот еще какой момент. ОСАГО можно расторгнуть по собственной инициативе. А вот когда я столкнулся с КАСКО, мне сказали, что расторгнуть можно только в двух случаях. Если меняется собственник, то есть вы продаете автомобиль. Либо если вы автомобиль был кредитный, погасили. Со справкой банка вы приходите. А если вам просто не нравится страховая компания, да, вам отказывает, вы ее платформа на ИУ. Часто вас игнорируют. Вы не можете просто прийти и сказать по собственной инициативе. И действительно прописаны в договоре вот такие кабальные условия добровольного, так называемого, страхования. Как вы считаете, это вообще законно такие действия? Или можно как-то это, может быть, в перспективе сделать, чтобы можно человеку было расторгать и забирать свои деньги? Даже, замечу, за вычетом 35% забирает себе компания, по-моему, заведение дела. То есть от вашей суммы просто отстригают. И то вы их не можете забрать. Спасибо. Спасибо, Игорь. Я бы сказал, что это неправильно, конечно. Страхователь должен иметь право расторгнуть договор страхования. Другое дело, что, понимаете, если речь идет о кабальных условиях, то здесь ответ очень простой. Перед заключением договора нужно читать договор. Это касается не только страхования. Это любых, да. Это касается всего. Надо внимательно читать договор. И действительно, ну, как осуществляется страхование КАСКО? Выдается страховой полис, в нем имеется ссылка на правила страхования соответствующего вида. Правила страхования выдаются страхователю, как правило, под роспись. И вот правила страхования, и вот то, что написано в полисе, нужно действительно внимательно читать. Желательно предварительно. Как правило, правила страхования на сайтах страховщика размещены. То есть у страхователей есть такая возможность. И не попадаться на эти кабальные условия. Знаете, это из разряда, да, читайте инструкцию. Мы инструкции-то не читаем крупным шрифтом. А когда вы получаете вот этот вот колоссальный там договор, и там мелким-мелким сзади там, да, что-то написано. И самые главные вот эти вот пункты, да, кабальные, они, как правило, прописаны где-то в середине мелким шрифтом. То есть для того, чтобы их прочитать, это нужно быть очень таким, да, скрупулезным человеком. Далеко не все мы в состоянии. И здесь вот смотрите, как обязали, например, банкиров сейчас обнародовать реальную ставку по кредиту, да, с учетом всех. Да, вот может быть, я не знаю, там, да, и страховщиков бы обязать по-хорошему все какие-то критичные пункты сразу крупным шрифтом сразу прописывать. Может быть, это имеет смысл обсудить. Но вы знаете, что касается инструкции, вы, наверное, имеете в виду там инструкцию по пользованию лифтом там и так далее. Ну да. Действительно, ее никто не читает. Но, слава богу, за пользование лифтом мы не платим десятки тысяч рублей за одну поездку. А в случае договора КАСКО мы платим десятки тысяч рублей по этому договору. И платя такие деньги и заключая договор, мне кажется, все-таки целесообразно договор прочитать. Это правда. Давайте послушаем, что Сергей нам скажет. Сергей, здравствуйте. У меня вопрос по ОСАГО. Так. Попало в ДТП. И у виновного, я не виновный, а у виновного просроченный полис ОСАГО. Вот, врача свою страховую мне отказали в выплатах, поскольку у второго участника ДТП полис просроченный, при том, что той же страховой компании. А вы застрахованы по КАСКО? Да, я застрахован только по ОСАГО. Вопрос по ОСАГО. А, по ОСАГО, да? Вот, и, то есть, вопрос первый, почему? То есть, в случае того, что у виновного, у другого участника нет полиса, мне выплаты никакие не светят. Вот. И были бы мне выплаты, если у меня был полис КАСКО, а у него не было бы полиса, то есть никакого. Спасибо. Ну, ситуация-то простая, конечно. Знаете, ситуация непростая, я бы сказал. Ну, непростая, такого не должно быть, да? То есть, автомобиль с просроченным полисом ОСАГО не должен выезжать на дорогу? Конечно. С этой точки зрения, да, конечно. Конечно. Отвечая на вопрос. Первое, конечно, если был бы полис КАСКО, то страховая компания заплатила бы за полис КАСКО, поскольку риск ДТП, дорожно-транспортного происшествия, это стандартный риск по условиям договора о страховании КАСКО. Во-первых. Во-вторых, что касается того, что отказали по ОСАГО. Дело в том, что в данном случае потерпевший обратился в свою страховую компанию в рамках так называемого прямого возмещения убытков. Этот институт был введен в 2009 году, 1 марта, и в соответствии с ним у страхователя сейчас есть выбор, он может обратиться как в страховую компанию виновника, так и в свою страховую компанию. В чем здесь заключается вопрос? Дело в том, что страхователь обращается в свою страховую компанию, а это убыток страховой компании потерпевшего. Страховая компания виновника принимает заявление и обращается в страховую компанию потерпевшего. Есть ли такой полис? Потому что в конечном итоге страховая компания виновника получает деньги со страховой компанией потерпевшего. Полис просрочен. Еще раз, это не ее убыток. И поэтому, если полис просрочен, что означает полис просрочен? Значит, что договора ОСАГО нет. Соответственно, страховая компания страхователя, то есть потерпевшего, не сможет получить возмещение со страховой компанией виновника. И выплата в данном случае не может быть произведена. Это совершенно объективная вещь. В этой ситуации только через суд. С виновника ДТП. То есть ситуация, как будто бы ОСАГО не существовала. У нас же было, до 2002 года, не было института ОСАГО. То есть это как раз та самая ситуация. Вам просто не повезло в этой ситуации. И, к сожалению, только через суд можно требовать. Возможно, виновник добровольно захочет заплатить. Но в любом случае требование о возмещении вреда нужно предъявлять к виновнику ДТП. Давайте послушаем еще звонок. Это у нас дозвонился Айк. Айк, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро финам и гостям. Очень приятно, когда поднимаются такие вопросы. Я буду краток. Просто хотел сказать. Вообще-то, когда закон создается, создается примерно обязательно страхование. Это людям, которые мы, нам обязывают, чтобы мы страховали. Мы стараемся всегда это делать. Почему невозможно государству обязывать страховую компанию, примерно, да, всех страховщиков, что все эти проблемы они делали внутри страховой компании. Проблема у меня возникла. Я объехал кого-то. Я позвонил в свою страховую компанию. У меня проблемы. И они внутри себя решают. А моя страховая компания, которую я делал страховку, выбирал тщательно. И нашел хорошую компанию, где оплачивается. И им требую, чтобы они оплачивали мне. А проблему мою решали внутри страховой компании. Это, мне кажется, гораздо было бы правильно. Потому что я буду искать уже хорошую компанию. А когда я въехал кого-то... Не, мне въехали, да? Я буду искать, и его компания не существует. А мне никто деньги не платит. Просто у меня такой случай был недавно. Айк, спасибо. Но как раз мы про это уже говорили. Прямое урегулирование убытков, да? То есть ситуация эта фактически, ну, должна быть решена. У вас всегда есть возможность обратиться именно к своему страховщику, если в вас кто-то въехал, да, с полюсом другой компании. Ну, и еще одна ситуация прозвучала, что той компании не существует. Действительно, бывают ситуации, когда у виновника ДТП есть действующий полис ОСАГО, но компания уже ушла с рынка. И в этом случае потерпевшие вправе обратиться в Российский Союз автостраховщиков за компенсационные выплаты. Еще раз повторю, мы по 4-5 миллиардов комп-выплат в год выплачиваем и, в общем, достаточно добросовестно выполняем свои обязательства. Хорошо, да, это одна из ваших важнейших функций, да, Союза? Давайте послушаем еще, что скажет нам Георгий. Георгий, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вы знаете, я вот по иронии судьбы только что вышел с экспертизы ОСАГО, сел в машину и вот включилась ваша программа. Ну-ка. Вот, но как бы история у меня другая, предыдущая мое дело по ОСАГО. У меня было ДТП, я был невиновен, я обратился в ОСАГО виновника и дело длилось год. То есть мне посчитали сумму, которая была в 4 раза меньше, чем полагается. Я сделал независимую экспертизу, подал в суд, в суд назначил еще одну независимую экспертизу. И, в общем, с момента ДТП до момента выплаты прошел год. И во время этого судебного процесса я заметил, что вот тот суд, отделение мирового судьи, он был завален исками именно к этой страховой компании. То есть из 25 слушаний в день, 20 это были обращения граждан, ну, из граждан и ответчик, это страховая компания. А что за компания? Росно. Ага. Крупная вроде как. Да, и в связи с этим у меня вопрос. Существует вообще какой-то, я не знаю, может быть, общественный контроль, может, контроль вот со стороны РСА по работе страховых. Потому что, мне кажется, ну, это уже свидетельствует о некой политике страховой, то, что по ОСАГО они нормально не считают выплату, до сих пор пока на них не подадут в суд. Вот. И, возможно, какие-то применить меры к таким страховым компаниям, вплоть до отзыва лицензий, когда ведется откровенно нечестная такая политика, нечестная игра. Да, да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Не попадайте больше в аварии, пожалуйста. Безусловно, РСА рассматривает, одна из функций, кстати говоря, Российского союза автостраховщиков, это рассмотрение жалоб потерпевших, принятие по ним решений. Но в данном случае я хотел бы отметить две вещи. Первое. Как мы уже говорили, потерпевший вправе обратиться в свою страховую компанию в рамках прямого возмещения убытков. И вы знаете, этот институт, он реально работает и отвечает своим функциям. Потому что... Хорошо. В чем смысл? Смысл в том, что, когда потерпевший обращается в страховую компанию виновника, для страховой компании виновника потерпевший – это постороннее лицо. Это не их клиент, он им деньги не платил. А в случае, когда потерпевший обращается в свою страховую компанию, страховая компания имеет дело со своим клиентом. Ну да. И качество урегулирования убытков улучшается. Приведу одну цифру. Количество жалоб, точнее, доля жалоб в рамках прямого возмещения убытков более чем в два раза меньше, чем доля жалоб по традиционному ОСАГО. Угу. То есть реально работает. Да, реально работает. Качество урегулирования убытков улучшается. И второе. По поводу размера возмещения. Это действительно больная тема. Корень зла здесь в следующем. У нас отсутствуют единые стандарты проведения независимой технической экспертизы и расчета размера ущерба. Их просто нет. Поэтому калькуляции, которые составляют технические эксперты, могут отличаться друг друга в разы. И причем и та, и другая калькуляция может быть признанно правильной. Потому что, к сожалению, очень много... Критериев-то нет. Да, очень много отдается на субъективные мнения экспертов. Это действительно проблема. И мы пытаемся это решить. К сожалению, только силами РСЭ отрешить невозможно. Потому что это должны быть нормативные правовые акты Российской Федерации. Мы активно работаем, чтобы они были созданы. Спасибо, спасибо. Вернемся к этому обсуждению после очередного выпуска новостей. На финансах. И сегодня с Михаилом Парватовым из Российского Союза автостраховщиков. Дозвонился к нам Виктор. Он ждал. Поэтому давайте выведем, Виктор, вас в эфир. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы пару слов все-таки сказать в защиту наших страховых компаний, с одной стороны. Потому что, когда ввели институт КАФКО, ОСАГО в самом начале, только ленивый не занимался спекуляциями и махинациями на эту тему. У меня 90%, наверное, знакомых в начале по несколько раз в год писали. И, надо заметить, выплаты были хорошими, пока страховщики через год-другой не поняли, что что-то здесь не так. Оказалось, на одного честного один нечестный. Вот. Сейчас они, конечно, настолько уже страховались, наняли кучу экспертов, каких-то безопасностей, служб, которые отсеивают, в том числе, и добросовестных кучу граждан и занижают выплаты, к сожалению. И второе, я вот слышал у вас, оратор тоже был, зазвонившийся, хотел присоединиться. У меня Росгострах был, полис, КАФКО. Мне посчитали в три раза меньшая стоимость замены стекла. Когда я позвонил и приехал в центральный офис, мне сказали, у вас стандартный типовой договор, и прочитайте, вы не можете его расторгнуть по собственному желанию. То есть у меня выплата 60 тысяч, я заплатил им за КАФКО, а при расторжении у меня получалось, то есть буквально это в течение месяца произошло, произошло около 40, должны были вернуть, но теперь в результате я целый год должен, обязан ездить опять на полисе компании, которая не устраивает меня. И, естественно, я не смогу заключить договор со своими условиями. Вы, это как в банке, ну вы не сможете поменять, вы просто не заключите, да? Конечно, конечно. Я считаюсь крупнейшей заключить, мне говорили, и выплаты большие, и компания вроде никуда не пропадет. Но вот получается, даже у них такой пункт, мне кажется. И я посмотрел еще в нескольких компаниях, позвонил по горячим линиям, сказали, да, это действительно так, и по собственному желанию КАФКО есть КАФКО. То есть только ОСАГО государство урегулировало. Да, Виктор, спасибо. Ну вот про то, что кабала по КАФКО существует, мы уже говорили, да, Михаил? Да, ну и еще раз хочу сказать, пожалуйста, внимательно читайте договор, если что-то вас не устраивает, это нужно выявлять при заключении договора, а не когда что-то нехорошее случилось. А кто, есть компании, которые предлагают досрочное расторжение КАФКО? Я думаю, что есть. Вы не знаете, вы не уверены? Ну, по своему опыту могу сказать, что да, я видел такую возможность досрочного расторжения договора. Кто-то предлагает. Кто-то нет. Кто-то нет. Ну, понятно, почему не предлагают, потому что хотят, да, не хотят возвращать деньги. Вот, и, ну вот, смотрите, проблема недостаточных выплат есть, и она колоссальная. Деньги выплачиваются долго, неохотно, да, ну, понятно, да, потому что берешь чужие на время, отдаешь свои и навсегда. Но все-таки это же обязанность, обязанность страховой компании выплачивать. Они для этого и существуют. Конечно. Вот почему по ОСАГО, как правило, всегда выплачивают в два, в три, в четыре, как вот нам говорят, раза меньше, чем реальная стоимость ремонта? Почему? Ну, отчасти мы поговорили на эту тему. Как я уже сказал, к сожалению, отсутствуют единые стандарты проведения экспертизы. А зачем она вообще, смотрите, вот я отдаю машину в ремонт, там начисляют какую-то сумму. Все, просто верните, да, перечислите эту сумму сервису. Но стоимость ремонта может быть завышена. Хорошо, работайте над этим, у вас есть эксперты, да, но пусть они потом уже, понимаете, как там, типа, обращайтесь в суд. Пусть они потом уже сначала выплатят, а потом уже разбираются. Возмещение за повреждение транспортного средства теоретически возможно в двух формах. Первое в денежной, когда потерпевший получает деньги в соответствии с калькуляцией стоимости установительного ремонта. И второе в так называемой натуральной форме, то есть путем организации ремонта и его оплаты. Вот по КАСКО, насколько я понимаю, именно натуральное, как правило, да, второй путь? Ну, это зависит от условий страхования. Зачастую в договоре страхования прописана как раз денежная форма. Если мы говорим о новых машинах, купленных в салонах официального дилера, то, как правило, они, конечно, ремонтируются. Ну, да. Но, тем не менее, есть и денежные выплаты, да? Есть и денежные выплаты. По ОСАГО это как в основном? По калькуляции. Нет, денежные или ремонт? По ОСАГО прямо прописана денежная выплата и возможен ремонт по согласованию со страховщиком. Ага, ага. И должен сказать, вы знаете, в последнее время, как я вижу, такая практика, организация ремонта поврежденных транспортных средств, она набирает обороты. То есть страховщики в целях улучшения качества сервиса ремонтируют машины на станциях, с которыми у них есть договор. Это действительно происходит. Вот это хорошо. Но они ремонтируют полностью, потому что, насколько я знаю, есть такая штука, как амортизация. Износ. Износ, да? Когда у вас автомобиль не новый, а ему несколько лет, то вам говорят, что, да, старичок, вот у тебя бампер-то раскололся, его надо менять, но он у тебя старенький, поэтому мы тебе возместим не всю стоимость нового бампера, а только там, да, 50%. Вот это почему? Это как? Это потому, что так прописано в законе Аббасага, если говорить формально. Действительно, в законе Аббасага прописано, что возмещение выплачивается с учетом износа заменяемых деталей, узлов и агрегатов. Экономическая составляющая здесь очень простая. Если речь идет о владельце стареньких Жигулей, у него старенький бампер. Но покупать-то он будет новый. Почему? Есть рынок поддержанных запчастей, мы это прекрасно знаем. Ну, перестаньте. Ну, что это такое, рынок поддержанных запчастей? Но, понимаете, у человека старый бампер, да, предположим, там, ржавый, ну, если Жигули, наверное, шестая модель, еще металлический. Вот, он ржавый, поцарапанный, глянца уже давным-давно нет и так далее. Ему страховая компания, предположим, возмещает как за новый бампер, и он с радостью себе ставит новый бампер. У него новый бампер. Да, только он получает выгоду, что противоречит сути страхования. Понимаете, в результате получения страхового возмещения или регулирования убыток, скажем так, страхователь или потерпевший должен привести свое имущество в состояние, которому оно соответствовало до наступления страхового случая. То есть, купить новый бампер и затереть его шкуркой. Ну, как вариант. Вот, то есть, страхователь или потерпевший не должен получать выгоды от страхования. Ну, я не беру, там, отдельные... Почему? Есть отдельные виды страхования, типа, страхование упущенной выгоды, в данном случае, в нашем случае, не относится просто. Почему? Потому что страхователь не должен получать доход. Почему не должен? То есть, и считать ли доходом новый сверкающий бампер на старой шестерке, вот, настолько это не очевидно для меня. И, я думаю, что для многих. Понимаете? И, если бы не страховой случай, он же не должен был бы что-то покупать. Да, он бы прекрасно ездил и не тратил бы денег. Ну, это другой вопрос. Очень спорный пункт. Да? Вы знаете, моя позиция следующая. Мое личное мнение, может быть, кто-то с ним согласится, кто-то нет. Еще раз повторю, застраховать, в принципе, можно все, что угодно. И просто если... На сегодняшний день у нас покрытие таково, да, какое оно есть. То есть, с учетом износа. Если мы хотим, чтобы возмещение выплачивалось без учета износа, это можно сделать. Но за это надо доплатить. Надо доплатить. Потому что нынешние тарифы рассчитаны без учета износа. Понятно, понятно. Давайте примем, всего у нас три минуты осталось, примем еще один звонок. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу шестерки хотел просто уточнить, что вряд ли страховая возьмет страховать такой автомобиль, старый, древненький. А либо выкатить эту сумму достаточно такую, что человек откажется. Нет, по ОСАГО, по ОСАГО страхуются все машины. А, ну по ОСАГО, да. Но там заниженный тариф, это вы уже обсуждали. Я хотел бы сказать по поводу новых автомобилей. Вот у меня было несколько случаев было по поводу страхового каски, когда выполнялась силами страховой компании, но в частности, чаще всего, это было уже мною увидено, машина находилась в каком-то непонятном сервисе в гаражах. Там она малевалась, красилась, и принимал я вот свою там Сузуки, в частности, месяц я добивался от компании, чтобы она выполнила правильно, восстановила в надлежащем виде лакокрасочное покрытие. Ну да. Я не говорю про детали, а я говорю именно про лакокрасочное покрытие. То есть это подтеки, это все. И когда я приехал в страховую, я хотел оставить либо жалобу, либо комментарии. Это, если можно, я могу сказать, какая это страховая. Конечно, конечно, говорите. Это Уралсиб был в тот момент. То мне заявили, вы знаете, ну это ваше личное отношение с этим сервисом. Вы оставляете жалобу, жалобу, кстати, в сервисе я оставлял, после чего мне начали делать хотя бы машину хоть как-то. Ну да. И страховая сама не регламентирует никаких действий со своими же станциями СТО, она никаким образом, у них нет никаких. Увы. То есть ни взаимодействия, ничего, ни моральной компенсации за то, что я месяц ожидал машину, хотя дело было плевое на самом деле. Сергей, понятно. Да, спасибо. Ну вот, понимаете, да, есть жалоб масса, масса. Ну, что я могу сказать? У нас осталось всего меньше двух минут на программу, да, а вопросов, конечно же, еще очень много. Поэтому я думаю, что мы просто через какое-то время вернемся к этой теме, пригласим Михаила Порватова еще раз в студию, да, и поговорим про многие интересные вещи, про то, как нам в России реорганизовать рабкрин, как говорил Владимир Ильич Ленин, да, как развивать страхование, как нам приблизиться все-таки к цивилизации. Потому что вот в цивилизованных странах все происходит гораздо проще, легче там, конечно же, выплаты, то есть страховые, то, что называется, эти вот деньги, да, которые мы платим страховым компаниям, они больше, но за это там у людей вообще никаких проблем. Да, вы там с кем-то поцеловались, столкнулись, обменялись визитками страховых компаний и разошлись, все будет решено. Вот к этому, да, Михаил, нам надо стремиться. Конечно. Вот, и чем больше мы будем говорить про то, что мы хотим получить в итоге, тем выше вероятность того, что мы это в конце концов и получим, и тем ближе наше светлое автомобильное и страховое будущее. Правда? Да. Так что будем говорить, вот, и я надеюсь, что не будем попадать в аварии, потому что самое главное это то, чтобы все эти полисы и ОСАГО, и КАСКО оставались бы невостребованными. Спасибо, Михаил. Спасибо. Спасибо всем. Всего хорошего.